Дорогие друзья, добро пожаловать в мой влог. Меня зовут Дмитрий. Здесь мы говорим, обсуждаем и дегустируем виски. Сегодня у нас виски обзор номер 53. И будем мы говорить о вот этом виске, о котором мы уже говорили и не раз. Вот эта вот бутылочка, которая называется Аберлоуэр. 15 лет выдержки. И о дистилляре Аберлоуэр я уже сделал несколько обзоров. В частности, сделал обзор Аберлоуа Абуна и Аберлоу 10-летней выдержки. Сегодня мы будем говорить о вот этом 15-летнем. Привезенном мне, точнее не мне, а привезенному товарищу Дрору бутылке, которую я обменял на 15-летний Гленфидих с ним. Потому что, к сожалению, в Израиле не продается 15-летний Аберло. И вообще сегодня в Израиле Аберлоу довольно сложно найти. Потому что та компания, которая его завозит, очень неответственно относится к своему бизнесу в этом плане. И этот департамент, который у них отвечает за именно виски, он очень-очень слабо работает. Поэтому уже где-то полгода нет вообще никакого Аберлоуа. Очень сложно найти. Если какие-то есть, то это стоят в каких-то старых магазинах с дореформенными ценами, нелогичными. Поэтому, в общем-то, не покупаем его на данный момент. К счастью, есть дьюти-фри, к счастью, есть заграница. Немножко об истории. Для тех из вас, кто не видел мои предыдущие обзоры, там, где я говорил немножко об истории дистиллерии, вернемся к истории дистиллерии. Основана у нас была дистиллерия, хотя официально считается на данный момент, и вот у нас герб здесь написано 1879 год. В общем-то, считается, что основана была дистиллерия в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, Джеймсом Фламинком в 1879 году. Хотя изначально корни, в общем-то, и основание дистиллерии вообще выберло. Это можно отнести к 1826 году. Джеймсом Гордоном и Питером Вейером была основана эта дистиллерия. Но через какое-то время там поменялись несколько раз владельцы этой дистиллерии за этот период. И в какой-то момент она сгорела, и ее не восстанавливали. В 1879 году Джеймс Фламин, который не был человеком, который занимался производством виски до этого, он был продавцом зерна, и довольно успешным продавцом зерна, клиентами которого являлись очень многие дистиллерии в том числе. И поэтому Джеймс Фламин в какой-то момент решил, что, в общем-то, он уже достаточно знает, чтобы основать собственную дистиллерию. Он приобрел кусок земли в местечке, которое называется Аберлор, довольно живописное место. Находится оно в регионе Спейссайд, как мы знаем, самый представительный регион. Давайте, поскольку у нас есть карта, мы можем это посмотреть. Здесь у нас находится регион Спейссайд, а здесь он вынесен в отдельную, поскольку это самый представительный регион Шотландии. И дистиллерия Аберлор у нас находится вот здесь. Вот это вот такая домик с пагодой, обозначен с погодой, или как правильно сказать. Основана она была, как мы сказали, в 1800, то есть построила он по новой эту дистиллерию в 1879 году. Примерно через год она уже начала выпускать виски. К сожалению, через буквально меньше 10 лет, в 1898 году, она тоже потеряла, была очень сильная пожарная дистиллерия, которая уничтожила несколько серьезных, в общем-то, несколько построек самой дистиллерии. Но самое главное, он уничтожил практически весь запас виски, которая лежала на складах, в бочках, которая старела в бочках. Почти полностью был весь запас уничтожен, что очень печально. Но усилиями Чарльза Дойга в Элген, Чарльз Дойга в Элген, был известный такой конструктор и дизайнер, я бы сказал, дистиллерий в то время. Он, в общем-то, имел... принимал участие в строительстве или в восстановлении очень многих дистиллерий в Шотландии. И его, так сказать, усилиями была дистиллерия полностью перестроена. И дистиллерия на сегодняшний день плюс-минус в том виде, в котором тогда ее восстановил Чарльз Дойг, она на сегодняшний день, в общем-то, существует в том виде. Вот, плюс-минус. Теперь немножко о Джеймсе Флеминге. Джеймс Флеминг был очень такой толковый парень. Он был очень продвинутый и очень современный для своего времени. Не боялся экспериментировать. И на тот момент у него была одна из самых... В общем-то, дистиллерия Аберло считалась одна из самых оснащенных и одна из самых современных дистиллерий того времени. Что, кстати, говорят многие, если почитать критиков того времени или журналистов того времени, которые писали и делали обзоры в тех печатных изданиях того времени, конца XIX века, то все отзывы, которые были тогда о дистиллерии Аберло, в общем-то, считалось, она дистиллерия очень продвинута. Ну, как и все дистиллерии на всем протяжении истории, она, в общем-то, меняла владельцев несколько раз. Были у нее и периоды, в общем-то, более хорошие, менее хорошие. В 1945 году, по-моему, она поменяла владельца в очередной раз. Ну, на сегодняшний день, что нам интересно знать, что в 1975 году она была куплена такой компанией, всем известной, как Chivas Brothers & Company, которая, в свою очередь, является активом такой большой корпорации, как Pino Ricard в 1975 году. Соответственно, это французская корпорация. И, соответственно, отчасти из-за этого, отчасти из-за того, что Аберло у нас выставивается как в бочках из-под бурбона, как, в общем-то, сегодня, и большинство дистиллерий в Шотландии это делают, поскольку бочки из-под бурбона сегодня доступны и недороги, так и, соответственно, используют бочки из-под хелеса всевозможные, всевозможного хелеса, так используют и экспериментируют с бочками из-под различного другого вина в своих купажах. Вот, и поэтому, а французы, как мы знаем, нация, которая любит вина, нация, которая является, наверное, номер один производителем вина в Европе и, может быть, в мире. Вот, и они очень любят всевозможные вот эти вот винные финиши, и на сегодняшний день Аберло является, по-моему, если я не ошибаюсь, номер один по продажам шотландского односолодового виски по Франции. Аберло это номер один. Кстати, в Испании он тоже очень популярен. Вот. Что касается этого непосредственно напитка. Как я уже сказал, был куплен он у нас в Duty Free, поэтому бутылка у нас 1 литр. Набьем тар, это 1 литр. 40%, к сожалению, 40% алкоголя у нас минимальная крепость. Написано тут Double Cask Matured. Что это значит? Это значит, что в купаже использовали два вида бочек, но на самом деле, если копнуть глубже, то использовали три вида бочек. Что делают именно с этим вот, с именно с этим виски, с 15-летним, который, кстати, Double Matured, этот 15-летний, он, в основном, его можно купить, он выпускается эксклюзивно для Travel Shirtel Market, так называемый, для рынка Duty Free, и в основном его можно купить только в Duty Free. Что интересно? Его выдерживают у нас H-Stateman 15 лет. 14 лет он выдерживается в двух разных типах бочек. То есть, это бочки из-под бурбона, Ex Bourbon Cask, и это бочки из-под Хереса, так называемые Sherry Buds. Sherry Buds это такая огромная, по-моему, размер ее порядка 700 литров, чуть меньше, может быть, 690, не буду точно говорить, но это огромная, это одна из самых больших бочек, которые есть. 14 лет выдерживают в бочках из-под бурбона и в бочках из-под Хереса. Sherry Buds. После этого делается определенный купаж, то есть, берется какая-то часть, соответственно, есть март-мастер, который отвечает за купажи на дистиллерии, смешивается в определенный купаж, вот эти вот 14-летние выдержанные виски, и все это заливается, чтобы оно настоялось и, как говорят англичане, married together, то есть, чтобы оно вместе настоялось, вот этот купаж, скомпоновался он, и выставился, заливают его еще на 12, как минимум на 12 месяцев, то есть, на еще на целый год, в бочки из-под Хереса Оллороса. Причем, чаще всего используют именно бочки из-под Хереса Оллороса первого наполнения. Что не сказать о бочках в первом купаже, в том купаже, который 14-летний, когда они мешают, но этого мы коснемся, когда мы будем дегустировать. Я уже, как видите, налил и немножко капнул воды, потому что виски у нас 15-летние, нужно немножко, чтобы он постоял, чтобы минут 10-15. Скажу сразу, водички капать очень-очень мало. Не капайте много воды, потому что очень легко его утопить, довольно при всем при том, что очень комплексный и богатый запах у него, чего мы коснемся. Он при этом довольно хрупкий в плане своей структуры и очень легко его, как говорится, утопить. Поэтому небольшую капельку, если вам кажется, что недостаточно, капните еще. Интересная деталь, кстати, хотел коснуться вот этой вот именно тары 1 литр. Это общепризнание, если вы обратили внимание, если кто-то когда-то покупал алкоголь в дьюти-фри, я это делаю постоянно, вот, когда лечу куда-нибудь. В основном все виски, если мы берем бленды, берем даже не только виски, в основном все алкогольные напитки, которые вы покупаете в дьюти-фри, подавляющее большинство, 90% из них будет в таре именно 1 литр. Кроме каких-то там очень специальных релизов или каких-то очень-очень выдержанных виски, там 30, там 40 или прочие лет, которые идут в обычный, обычно в 700 миллилитров, делается это для нашего удобства и делается это по той причине, что большинство стран в мире имеют в законодательстве своем подавляющее большинство стран, куда в принципе можно провозить алкоголь, я не говорю про такие замечательные страны, Саудовская Аравия, Ирак, там или еще какие-нибудь страны, куда нельзя провозить алкоголь вообще в принципе, вот, и это чревато вам серьезными проблемами. Кроме этого, все основное большинство, подавляющее большинство стран имеют, законодательно вы можете ввести 1 литр крепкого алкогольного напитка. И поэтому, чтобы для удобства, то есть вы не можете взять 2 бутылки по 700, потому что это уже будет over limit, вот, то есть больше лимита, больше разрешенного, поэтому делают вот именно это широкораспространенная тара 1 литр, и чаще всего ее можно увидеть именно в дьюти-фри. Хотелось бы, конечно, чтобы 15-летний виски был немножко, как минимум, 43, а лучше 46% алкоголя, но, к сожалению, вот эту вот такая крепость они сделали. Что мы и поговорим, когда будем дегустировать. Кстати, единственная страна, самое интересное, если кто-то из вас не знал и полетит в Австралию, это тоже страна, в которую нельзя провозить вообще ни одного литра алкогольного напитка, когда вы прилетаете туда. То есть там вы совершенно свободно можете все это купить, но привезти с собой вы не имеете права. Не знаю почему, но вот такие законы в Австралии. Вот. Непосредственно к этому напитку. Что у нас еще? Да, я сказал про этот купаж, про этот 15-летний. Давайте начнем его, по сути, дегустировать. Что у нас? У нас нос довольно очень, очень богат. Очень богатый нос, в том плане, что он очень разностранен. Есть оттенки, как и бочек из-под хереса, так и бочек из-под бурбона, так и всевозможные, ярко выраженные, менее выраженные. Сразу у нас бросаются в глаза сладкие тона. Сладкие тона у нас сладкие и мягкие, причем тона. У нас хересные ноты. У нас есть ноты изюма. У нас присутствует дубильная тона, что, кстати, характерно многим виски, которые имеют такой средний возраст, типа 15-16 лет. Это, в общем-то, плюс-минус, это уже не молодые, но это еще и не такие совсем выдержанные, это плюс-минус среднего возраста виски. И у них уже присутствует дубильная тона, потому что с возрастом бочка все-таки дает вот это вот влияние именно дерева, древесное влияние на спирт. Чем больше спирт стоит, тем больше дубильных тонов. Обычно. Соответственно, если это не выдержанные, хересные полностью, которые выдержаны в бочках из-под хереса, а есть такие, я пробовал 26-летний, который все 26 лет стоял в бочке из-под хереса, и это было что-то невероятное, но при этом там не чувствовались особо дубильные тона, там чувствовались, там было великолепный букет всего-всего-всего вместе, это было темного-темного цвета, при этом без добавки цвета, и это было бочковой крепости, 57, по-моему, процентов, вот, один из самых шикарных виски, которые я когда-либо пил, в самом деле. Ну, я это к тому, что если эта бочка очень активная, если эта бочка хересная, она может забить вот эти вот дубильные тона. Обычно этого не происходит, и обычно чем старше виски, тем больше у нее вот этих присутствия дубильных, дубильных, древесных вот этих вот нот. У нас ваниль присутствует, у нас присутствует карамель, и у нас вот такой вот выраженный, как фруктовый компот, я бы сказал, причем фруктовый компот сваренный из сухих фруктов, типа сушек, яблоки, груши, вот такой, дешевые сушки, немного там изюма будет, чуть-чуть совсем, вот, и это, кстати, определенный минус, потому что это нам говорит о том, вот эти вот, именно вот эти вот компотные тона, они говорят о том, что какая-то часть бочек, которые использовались в купаже, и я допускаю, что это именно бочки, хересные бочки, которые вот 14 лет, первые, которые в Шерибат, они были не первого, и даже, может быть, и не второго наполнения, а были, скорее, третьего наполнения, уже уставшие бочки, которые уже отдали много от себя, и которые уже дают определенные такие, я бы не сказал, не свежая тона, то есть это нельзя категорировать как какой-то негативный, отрицательный off-none, но это нам говорит о том, что часть бочек все-таки были не уже, уже уставшие, уже не активные бочки. У нас еще присутствует молочный шоколад, и, кстати, скажу из опыта того, что я уже посидел над этим виски, когда вы, без добавки воды, когда вы нюхаете вот эти вот все ноты, которые я перечислил, до этого с добавкой воды у вас еще выходит на таком заднем плане, но выраженно, не явно выраженно, но выраженно цитрусовая тона, причем цитрусово-сладко-цитрусовая тона, типа апельсина, вот апельсиновые цедры даже скорее. Давайте на вкус попробуем. Орехи сразу же, у нас ореховые ноты, у нас лимонная цедра, уже в этот раз лимонная цедра на вкус идет, опять же, грейпфрут, то есть, то есть, цитрусовые все-таки присутствуют, но на вкус уже идут цитрусовые более, вот этот вот спектр лимон, грейпфрут, не апельсин, то есть, уже на вкус оно не сладость идет, у нас хересные ноты, у нас мята, есть вот это вот во рту, вот это вот мятная такая вот составляющая, и опять же, те же дубильные тона. Финиш у него не очень длинный, но финиш довольно неплохой. Overall неплохой виски, я уже много раз говорил, что Аберло это виски, который мне никогда не подводит, в частности, имел в виду десятилетний, кстати, десятилетний у нас в 2004 году получил золотую миндаль в Сан-Франциско, довольно много регалий у Аберло, и 16-летний тоже получил, по-моему, в каком-то то ли в 2000, а, в 2004 Сан-Франциско получил Аберло 15-летний, а Аберло 10-летний получал несколько медалей, и Аберло Абуна получал 4 или 5 серебряных медалей на различных выставках в разное время, в общем-то, довольно много регалий, используют, кстати, Аберло, как в купажах соответственно владельцами являются Chivas Brothers вот, в лице Пернорико и используют они, соответственно, и в своих купажах Аберло, то есть в своих блендах. Что я еще хотел сказать? Интересная деталь, когда Джеймс Лемминг приобрел Землю, он также на этой Земле, что очень важно, находился источник. Воду, которую берут для изготовления этого виски, а она, в общем-то, вода везде имеет очень большое значение для производства как виски, так и пива, так и многих других алкогольных напитков. Вода очень интересная, источник называется St. Drosten's Well. St. Drosten's Well, то есть источник St. Drosten's, он находится на территории, на земле, которая принадлежит дистиллерии, вот, и источник очень уникальный в том плане, что вода, которую оттуда берут, она очень-очень чистая за счет тех слоев почвы, за счет тех слоев торпа, которые находятся, опять же, торфяная почва это очень такая характерная черта шотландской почвы, вот, но при этом там присутствует очень большое количество гранитных, то есть каменных вот этих вот, и проходит оно какой-то вот, соответственно, процесс естественный, природный, и за счет этого вода выходит очень-очень чистая и очень-очень мягкая по своей структуре, что сказывается на, впоследствии, на дистилляте, который производят, потом дистиллируют на дистиллере. И, кстати, интересная деталь, наверное, один из немногих источников, откуда воду, с ней вообще ничего не делают. То есть ее берут, вот как она есть, чаще всего воду потом фильтруют, там производят какой-то процесс, иногда добавляют всевозможные минералы. Вот, на источнике Аберло, вот это Сэнд Ростенс Уэлл, воду вообще ничего с ней не делают. То есть ее не фильтруют, не добавляют никаких добавок туда, ее чисто берут, ее берут только для производства виски. И единственное, что с ней делают, это когда делают, квасят, соответственно, ячмень, чтобы произвести так называемый бир, то есть первая стадия вот этого брожения, такое субстанция, когда заливают горячей водой, вот ее нагревают до 60 градусов и потом в течение 10 дней она бродит, получается такая слабоалкогольная субстанция, примерно 6-7% алкоголя и из нее потом ее заливают так называемый вошь-стил, из нее потом дистиллируют первый дистиллятор, потом его спирит-стил и второй раз дистиллируют, там, где дистиллируют вошь. что касается источника, то, что я еще хотел сказать, давайте поставим оценку ему, хотел ему поставить 83, ну, поставлю ему, наверное, оценку чуть повыше, 84, я ему поставлю оценку, 84, потому что со временем, после того, как он раскрылся, вот эти вот компотные ноты немножко ушли, они, в общем-то, вытеснили их немножко, как я уже сказал, апельсиновая тона и, в общем-то, изначально у меня была оценка в голове 83, но сейчас я считаю, что 84 довольно достойная для этого виски оценка, рекомендую, если кто-то хочет, рекомендую для начинающих, довольно мягкий, довольно такой палый-то был, я бы сказал, напиток, вот, и, в общем-то, все, что я хотел об этом сказать, спасибо за внимание, пейте ответственно, пейте мало и пейте качественные напитки. Увидимся.